Всем привет! Сегодня суббота, 3 декабря, ГРНП закрыты. Меня зовут Ренат Хасанов. Мы выходим с нашим еженедельным обзором финансовых рынков с сайтом ktinvest.ru Давайте по традиции начнем с нашего российского бенчмарка индекса московской биржи. Ну, по большому счету, российские акции находятся в длительном боковике. Ну, я как бы не раз уже на эту тему останавливался, говорил. И вот видите, начался уже декабрь, и можно сказать, что весь ноябрь и уже первые два дня декабря в России мы наблюдаем, ну, такое боковое движение, то есть ни туда, как говорится, ни сюда. Будем считать, что это такая определенная пауза. Вообще, в целом, если посмотреть, по-моему, я вам на прошлой неделе, или как-то в одной из новостей, которую я делаю вот до сайта, я показывал вам, показывал вам, что, в принципе, вот этот боковик, он длится достаточно долго, можно его развернуть дальше. Ну, таков сейчас российский рынок, он пока не может найти у себя внутренних причин для роста, хотя бы они огромные, на самом деле они огромные. Я как-нибудь сделаю ролик про газ, про Газпром, но и остальные компании, на самом деле, сильно упали, но они были привлекательны еще до этого падения. Когда мы говорим вам там о фундаментальных оценках, ну, они далеки, они не то чтобы далеки, они просто фантастически превосходят то, что мы имеем сейчас на рынке. Поэтому мы находимся, в принципе, в позиции такой бычей. Можно сказать, что весь наш портфель инвестирован уже достаточно долгое время. Да, и наш индекс тоже не сильно меняется, но тем не менее вы должны понимать, что рост, который может возникнуть на рынке, он все-таки, по моему мнению, ну, сильнее сейчас, чем какое-либо падение. Ну, конечно, падение может быть, да. Но оно иррационально. Оно иррационально, и оно и было иррационально. Я вот, в принципе, согласен с тем, что, ну, вот, февральское падение, да, но там надо было рынок просто останавливать и не давать возможности иностранным инвесторам продавать в тот момент. Может, там не только иностранные продавали, но я имею в виду, что все равно, ну, там логика хотя бы была. И, кстати, может быть, кто-то успел сбежать с нашего рынка, многие нет. Ну, вот, допустим, падение сентябрьской, которое вот здесь на графике есть, вот, я думаю, вы видите его, да, ну, оно было полностью иррационально. Оно было, ну, основано ни на чем. Я подчеркиваю, я-то думал, что это, типа, люди там испугались, те, которые, ну, там, от мобилизации начали скрываться и там деньги снимать. Может быть, но статистика ЦБ говорила о том, что продавали в основном профессиональные участники. Что вы думаете, у какого-то ПИФа к нему сразу клиенты прибежали и сказали, продавай, что ли? Ну, в общем, сложно сказать. Но, тем не менее, смотрите, вот мы так и не можем подобраться к этим сентябрьским уровням. Я же думал, что все, мы начнем уже штурмовать где-то вот здесь, когда у нас была с вами вот очень уверенная ситуация была на рынке, да. Но, тем не менее, смотрите, пока движение вот такое боковое, можно сказать, что его нет. Можно сказать, что его нет. Но мы, повторяю, не знаем, что может произойти. В большей степени ставим сейчас на недооцененность, чем на вот тот страх, который по каким-то причинам здесь возникает в связи со спецоперацией. Мне кажется, что они уже должны быть исчерпаны. Посмотрим дальше. Ну, вот на валютном рынке здесь произошло некоторое снижение российской валюты, как по отношению к доллару, так и по отношению к китайскому юаню. И обратите внимание, наши модели, получается, что все-таки сработали. Может быть, сработает модель и здесь, в акциях, понимаете, да. То есть, сейчас снижающийся рубль – это хорошо для акций. Ну, в отличие от той ситуации, которая там была год назад, когда все было наоборот. Сейчас рубль, рост, падение рубля означает, что у наших экспортеров будет больше доходов, которые теоретически можно больше направить на дивиденды. Но пока… Ну, кстати говоря, у нас есть неплохие дивидендные новости по нашему портфелю. Но это, опять же, смотрите, никак почти не отразилось на результате нашем. Что говорит о том, что… Насколько вы хотите, ребята, дивидендной доходности? 50% уже практически было у нас в «Газпроме». Ну, ладно, не 50%, но 20%, ну, почти 30%. Мы на последние сделки заработали, которые вот были перед самым закрытием реестров в «Газпроме». Но сколько вы хотите, честно говоря? Ну, смотрите, то есть наши российские ожидания какие-то супервысокие. Я не понимаю, что 25% каждый раз должно платиться. И видите, как бы ракции не растут. То есть дивидендные новости, которые, по идее, должны двигать вверх, они пока вверх движение не приводят. Что странно, но тем не менее это так. Поэтому, ну вот, рост рубля, подчеркиваю, и у нас есть против доллара. Точнее, извините, рост доллара против рубля и рост китайской валюты тоже против рубля. И можно, значит, здесь предполагать, ну, в долларе возможен какой-то разворот. Не взята. Здесь, видите, вот эта вот линия, да, сопротивление. А прям китайский там улетел вверх. Ну, тоже, конечно, может остановиться. Вот здесь сопротивление тоже есть, да. Ну, посмотрим. Будем за рынками наблюдать. Еще один рынок, это рынок облигаций, на который мы регулярно смотрим. Здесь у нас, ну, вот видите, такое тоже можно сказать, что движение скорее боковое, но все-таки выделяется здесь и модель, скажем так, медвежья. То есть, боковое так боковое, но все-таки с понижением. Ну, это тоже, по идее, негативный факт, который мы имеем. Ну, все это, по моему мнению, связано с определенной слабостью рынка. То есть, недостаточным капиталом, который на этом рынке находится сейчас. И это вот приводит к повышенным ставкам. Ну, по сути, я в прошлый раз показывал новость насчет салата оливье, который, оказывается, подешевел у нас за год, да. То есть, здесь то же самое, да. Почему должна быть 10% у нас доходность по гособлигациям? Не очень понятно, но вот она такая и есть. Рынок такими ожиданиями обладает. Может быть, это связано с тем, что пока, знаете так, люди слишком в шоке находились или находятся, продолжают находиться, да. Но все равно вы же должны под свои деньги инвестировать. Поэтому те моменты, может быть, он был бы пройден, я бы сказал, да, там в октябре был минимум, ну, допустим, да. Но и сейчас все-таки у нас достаточный минимум и в акциях, и в облигациях. Ну, пока, подчеркиваю, тем не менее, рынок нам не говорит с вами ни за рост акций особый, ни за рост облигаций. Но мы верим в лучшее. Что нам может помочь нашей вере в лучшее, это энергетическая ситуация, да. Ну, вот смотрите, нефть сходила ниже, сходила ниже, это, по-моему, это было в понедельник. Линии поддержки, но, тем не менее, в этот же день развернулась вверх. Это хороший технический точки зрения признак. Вновь формирование определенной модели, ну, вот что-то там в пятницу уже тоже нефть затормозила. Тем не менее, все это происходит на фоне, ну, таких вот интересных новостей, которые приходят. Но об этом чуть попозже, да. Ну, вот биткоин, если мы посмотрим, все-таки он тоже у нас отскочил вот от минимума. Ну, и в целом, все-таки демонстрирует некую, скажем так, устойчивость. Причем, скорее всего, ну, может быть, и у биткоина будут проблемы, а может быть и нет. Посмотрим. Ну, вот тут вот такие вот у нас новости выходят, смотрите, да. Ну, там не совсем запрещает, да, это, скорее, заголовок я такой сделал громкий, да. Но все-таки сильно ограничивает использование электромобилей в быту, да. То есть, если вы будете использовать вот такой тип передвигающегося средства, да, то, я так понял, надо будет доказывать, да, то есть, или ехать только строго по каким-то определенным делам, ну, а не просто так там кататься кому-то в гости там или еще что-нибудь. Ну, конечно, можно всегда сказать, что я еду по делам, не совсем понятно, да, как они это все будут организовывать. Но, тем не менее, Швейцария сталкивается с дефицитом электроэнергии. И вот, смотрите, уже действительно сделаны первые шаги по запрещению использования вот этой зимой электромобилей. Нельзя исключать того, что стоимость энергии пойдет еще выше. Почему это происходит? Ну, вот я хочу отдельный ролик на эту тему снять. Ну, причина здесь это и в том числе действия российской компании «Газпром», которая, ну, может быть, даже, знаете, не самостоятельно ее подтолкнули к этим решениям, но эти решения для нее оказались верными. И сейчас испытывающий недостаток энергии в Евросоюз и Европа в целом, там, в Швейцарии, не входит в Евросоюз, сталкиваются с вот такими проблемами, которыми они дальше ранее подумать не могли. Да, вот все же хотели чистого неба, а чистый воздух дает, конечно, отсутствие выхлопа из автомобиля. Но, тем не менее, смотрите, нефти пока еще достаточно, а вот энергии нет. Почему нефть нельзя использовать как энергию, ну, пока для меня непонятно. Может быть, действительно уже очень сильно технологически как-то они там ушли в использование газа. Но, по идее, нефть должно иметь возможность создавать энергию. И посмотрим, конечно, дальше. Но вот, смотрите, да, запрет на использование электромобилей, конечно, новость интересная. Может привести, я думаю, что там они за майнинг биткоина возьмутся в Европе. Возьмутся обязательно, и пока я, правда, не слышал об этом, но нельзя этого исключать, поскольку, ну, это же понятно, что именно в этом состоянии. Ну, может быть, конечно, и электроавтомобили тоже добавили в топку, как говорится, своего какого-то фактора. Но, тем не менее, я думаю, что все-таки именно майнинг криптовалюты выступает основным фактором роста потребления электроэнергии. Другие рынки смотрим. Произошел достаточно хороший рост золота, вот по той модели, которую мы вам показывали. Желтый металл, смотрите, пробил ключевое сопротивление и удержался выше него. Поэтому, ну, это хороший признак для продолжения роста золота. Хотя, вот смотрите, там параллельная ситуация, ну, немножко другая. Ну, то есть, да, она как бы соответствует тому, вот как вот устроены рынки сейчас. Смотрите, да, то есть мы видим разворот вниз индекса доллара, а также вот падение, причем с преодолением модели роста доходности облигаций в США. То есть, как бы страхи инфляции уходят, ну, такая, и возможности для ухода денег, скажем так, исключительно вот в облигации США растворяются. И вот пошло дело, да, может быть, да, в связи с этим у нас имелся и рост золота, ну, хотя это на самом деле неправильно, да. Ну, вот в условиях инфляции, по идее, наоборот, должно золото расти, но тут у нас все наоборот. Страхи инфляции в Америке уходят, ну, и соответственным образом возвращается интерес к почему-то к желтому металлу, ну, допустим, к биткоину, как вы видите, такого вот прямо интереса пока не проснулся. Посмотрим, мы находимся на определенном перепуте, и здесь вот, например, американские акции, смотрите, в основе своей все-таки находятся в состоянии таком, ну, скажем так, роста. Пока это, может быть, не видно, но и Dow Jones, смотрите, и S&P 500, оба индекса преодолели ключевые сопротивления. Мы в Америке тоже полностью инвестированы, и поэтому там, в США, можно ожидать, ну, некого, может быть, не ралли, да, но, может быть, поступательного роста какого-то, да. Но, во всяком случае, техническая ситуация за это говорит. Итак, подведем итоги сегодняшнему нашему обзору. В России мы видим, ну, такой достаточно долгий боковик в акциях, который пока, признаков его окончания пока нет, но мы, как бы, верим, да, что он закончится. В Америке ситуация, скорее, достаточно позитивно развивается, ну, я имею в виду, и это касается не только вот этого разделения, смотрите, да, там, между фундаментально недооцененным и переоцененным сектором. Здесь вверх смотрят оба сектора, так как, с одной стороны, техническая ситуация в акциях положительная, ну, и вот в облигациях, смотрите, что, да, то есть идет движение ставок вниз вместе с падением долларов, что, конечно, хорошо для, ну, тех, кто владеет акциями. Ну, что ж, посмотрим, как покажет следующая неделя, ожидаем, подчеркиваю, роста в Америке, ну, и надеемся все-таки, что и в России что-нибудь такое же произойдет. Всем спасибо за внимание.